Это просто жесть. Тысяч в рублей. Взяли с меня 10 тысяч до 4 миллиона. Что-то прям запредельное. Эм, привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. И да, как вы поняли из названия этого видеоролика, сейчас я нахожусь на острове. На острове, который принадлежит вьетнамскому миллионеру. Вот, смотрите, друзья, как видите, это пляж. И вот я сейчас нахожусь на этом самом острове, который целиком и полностью находится во Вьетнаме. Но принадлежит он вьетнамскому миллионеру, который владеет очень много чем. Мы уже с вами знаем, почему и как я попал в Вьетнам. Это произошло благодаря билету, который мы обнаружили в той самой коробке. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Там еще много чего странного было. И все это за собой притянуло целую череду самых разных и необычных приключений для меня, перерочить. И, конечно же, для вас. Думаю, за это вы можете поставить лайк под этим видеороликом. А в этом видеоролике мы поговорим о том, что именно принадлежит этому самому миллионеру. Чтобы вы поняли, что это все не выдумка. Что вот весь этот остров принадлежит только ему. И все, что здесь находится, тоже является его владением, друзья. Остров, на котором я сейчас нахожусь, принадлежит группе островов Ничанг. То есть это как бы официальная такая версия, да. Но где я именно сейчас нахожусь, это Винперл. Также на этом острове есть Винперлэнд и много-много что другое. Потому что все с приставкой Вин, это является собственностью этого самого миллионера. Или даже миллиардера, долларового вьетнамского миллиардера. Даже моя кепка, тоже видите, здесь написано Винперл. Она тоже является собственностью этого самого миллиардера. Как так? Группа отелей называется Винперл. Есть Винперл Дискавери, Винперл Дискавери 1, Винперл Дискавери 2, Винперл Лакшери, Винперл Адвенчер и множество других. Ну как бы у него целый остров собственности. Вот он и настроил разных-разных отелей, но обозвал их все Винперл с разными подразделениями. Я нахожусь в Винперл Дискавери 1. Где, между прочим, включен уже парк развлечений Винперлэнд. Туда мы сегодня тоже отправимся, чтобы посмотреть, ну вот как такое может быть во владениях одного человека. Потому что это просто пау! Мозговынос, друзья. Но сперва я бы хотел вам показать, где я остановился, как выглядит гостиница. А потом мы уже посмотрим, что такое Винперл Лэнд. Сначала смотрим остров. Вот он. Потом смотрим непосредственно Винперл. А потом Винперл Лэнд. Вау! Сейчас я нахожусь в холле отеля Винперл Дискавери 1. Вин, он очень высокий, прям громадный. Здесь все как бы лакшери. Там первый ресторан, вон там второй. Туда я ходить не буду, потому что оплатил я только завтраки. А завтраки прошли, поэтому мне туда нельзя. Или только если за деньги. Ну, я как говорил уже ранее, место здесь навалом. Сейчас выйдем, еще глянем территорию. И я вам покажу свою виллу. Да, на территории отеля Винперл я заселился в Винперл виллу. Видите, сколько здесь китайцев? Здесь очень много китайцев. Они здесь любят отдыхать, потому что здесь все очень и очень тешево, ребята. Реально, прям очень и очень тешево. Здесь все туристы, все отдыхающие передвигаются вот на таких электромобилях. Ну, точнее, их возят с личным водителем, конечно же. Вот. Ну, я пешком, потому что я против этих миллионеров. Я против этих миллиардеров долларовых. Я иду к своей вилле пешком. Мне помогать не надо. Вот таким вот образом выглядят виллы. Так сказать, это внутренний ряд вилл. И вон там вот следующая, вот она моя. А еще прям здесь кокосы растут. Мне достался номер 1306. Опа. Заходим. И приготовьтесь удивляться, господа. Пады. Вилла, она на то и вилла, что она очень большая. Здесь полно места. Вот смотрите, такие лакшери, вазы, холодильники, кухня своя, гостиная. Там еще кое-что есть, я вам покажу чуть позже. Но, смотрите, раз, два, три. Три комнаты в гостиничном номере. Вы такое себе представить могли? Я нет. Но вы не подумайте, что я какой-то зажиточный идиот, который для себя одного берет три комнаты, просто других свободных не было. И это был единственный для меня вариант, чтобы вам показать именно сердце этого миллионера, этого вьетнамского миллиардера, который владеет всем этим. Но сейчас я вам покажу быстренько. Первая комната. Сюда я не заходил вообще ни разу. Но здесь тоже плазма. Две комнаты, туалет. Ползнем дальше. Я взял себе среднюю комнату. Кстати говоря, вот этот чемодан, это моя находочка, ребята, которую я вам покажу в следующем видеоролике. Обязательно ставьте лайки под этим видеороликом, если хотите узнать, как мне его удалось найти. Поверьте, ребята, мне это дорогого стоило, это было очень и очень трудно. Совсем скоро видеоролик выйдет на канале. Да, немножко хронометраж, я понимаю, у вас нарушен. Я снимаю вот это вот уже, вот сегодняшний обзор всего этого. Буквально в последние дни своего пребывания во Вьетнаме. Ну, вот так вот получилось. Я сначала стал делать дело, то есть снимать для своих подписчиков, делать расследование, отправился в джунгли и так далее. Не буду пока спойлерить, куда там было просто жесть, просто мозговынос. Для вас прям отличный, годный контент. И вот сегодня, когда я уже решил вам показать, где я все это время жил, вот рассказываю маленькие будущие сюжетики. Так что обязательно ставьте лайк, если хотите их увидеть. Вернемся к быстрому обзору. Это моя комната, где я живу. Тут сразу видно, да, что здесь я живу. Беспорядок. Здесь, слава богу, прибираются. Вон моя GoPro, на которую я снимаю тоже контент для вас. И здесь вот мой рабочий уголок, где, собственно, контент для вас придумывается, оформляется и так далее. Ну, то есть, не мог я сбежать от работы, это не отпуск, вот у меня тут работа. Едем дальше. Стинная, да, три дивана, никто на них никогда не сидел, вот на этом диване только сижу. Эти спокойно чистые плазма большая, там кое-что есть. И здесь еще одна комната, которой я не пользуюсь. Во всех у них есть свои туалеты, душевые. Вот, большая двуспальная кровать пустая и телевизор. Все, больше здесь никого нет, ничего нет, кроме ручки, которую я, кстати, игра потерял. Ну и, наконец, выходим на балкон. Что ж я там от вас томил? Это, тарам, это свой бассейн. В виллах на этом острове посетителям дают свои бассейны. То есть, лежишь, не ходишь ко всем там вот ребятам, а сам у себя купаешься. Подписчики, наверное, скажут, да ты что, больной? Да ты что, дурак, что ли? На себя одного столько взял, столько денег потратил. Ты что, вообще дурак? Но, ребята, прикол в том, что в Вьетнаме не развит туризм. Все еще он не развит только у китайцев, наверное, да, он здесь развит. И в этом-то и вся и проблема. Здесь все очень дешево. Вот это все в сутки, знаете, сколько мне стоит? Вот это вилла, еда в завтраке здесь, сауны бесплатно, все бесплатно. Здесь очень много чего бесплатно. Парк бесплатно, целый парк развлечения. Каждый день могу ходить бесплатно. Аквапарк бесплатно, то есть уже все входит. И знаете, сколько это все мне стоит? Это мне стоит 4 тысячи в день. 4 тысячи в день. Серьезно, ребята, реально, это очень и очень дешево. Номера гостиницы в Москве стоят от 5, блин, нормальные. Не такого качества, в 10 раз хуже. 5 там, 4 тысячи. Это очень и очень дешево. Серьезно, погуглите, сейчас заморочусь. Винперл это просто жесть. Кстати говоря, для бюджетного и лакшери отдыха очень рекомендуют. Но мы здесь не за тем. Мы здесь расследуем этого самого миллионера вьетнамского. Ладно, разобрались с этим всем. Давайте отправимся теперь в парк, который я вам рассказывал. Тоже необходимо вам показать, который у меня тоже за 4 тысячи включен. Поехали. Продолжаем разговор про отель, в котором я остановился. Здесь прям при нем, как я уже сказал, есть парк развлечений. Огромный парк. Да и есть аквапарк, дельфинарий и всякие аттракционы. И куча-куча всего. И на самом деле это все уже может быть даже включено в ваш пакет. Вход до неограниченного посещения любого аттракциона, любого места в этом парке. И он называется одноименно, можно сказать, Винперленд. Наверное, у вас появился логичный вопрос, почему я мокрый. Сейчас покажу. Прошло посещение моего, дельфинария моего. И я там сам, оказывается, экспонатом был, выступал и развлекал людей. Ну, в общем, просто руку потянул, говорю, мол, я хочу. И вот так вот меня вызвали. И за это мне дали вот такую фотку. Приз, подарок. Вот я тут с дельфином еще сухой. Вот. Но это, это просто как бы вот я выиграл сейчас. Знаешь, что это все может казаться каким-то мега овер лакшери. То, что тут и парк, и отель такой, и все такое. Но на самом деле в Вьетнаме туризм развивается сравнительно недавно. И поэтому это максимально бюджетно. Это очень и очень дешево. По крайней мере, сколько я путешествовал, в мире больше не было таких цен, таких низких цен. И еще при этом всем вот здесь вот куча халявы разной. Вот. А я пока не собираюсь уходить из этого парка. Я, пожалуй, посещу здесь самые интересные места. И покажу их вам. Ну, чтобы вы поняли, что вот это можно посещать реально каждый день. Парк развлечений при отеле. Вот опять красуется логотип Вин Пёрл. Вин Пёрл Андервотер. Что-то типа океанариума, наверное. Пахи. Чуть, можно так трогать? Серьезно? Ладно, хорошо. Вон написано, не трогать. Все хорошо. Все, я бы сказал, отлично. Один, правда, минус. Огромный поток китайцев. Я не против китайцев. В принципе, я просто не рад тому, что их очень много. Их здесь много просто потому, что в Китае отдыхать намного дороже, чем здесь. Я просто для понимания вам расскажу, что массаж ног в Китае стоит в среднем 5 тысяч рублей. 5 тысяч рублей. Почти 100 долларов за массаж ног. А здесь он стоит порядка 20 долларов. То есть в 5 раз дешевле. Понимаете, чтобы китайцам сделать традиционный их массаж, нужно ехать в Вьетнам, чтобы сделать это дешевле. Тем временем продолжаем изучать океанари. Здесь есть рыбки. Много рыбок. Акула. Акула, ребята. Вот это да. Надо сказать, что здесь есть аквапарк. То, что здесь есть зоопарк. И вот океанари. И везде, а еще вот дельфинарий, который я вам уже показал. Везде проводится шоу. То есть не просто смотришь, там еще такие развлекательные шоу проходят. Ну, а это как бы тоже без доплаты приходишь в определенное время. Нужно только знать расписание и смотреть шоу. Один ролик, вы понимаете, то, что сложно все это уместить. Поэтому по мере чего-нибудь интересного я все опущу в свой инстаграм. И обязательно подписывайтесь, если не подписаны. Я знаю, у вас там мало подписано. Поэтому по ссылочке в описании подписывайтесь на мой инстаграм. Там фотки реально прикольные. Я вот фоткаю, стараюсь. Ищу для вас много чего интересного. Чтобы вы понимали, насколько здесь много наших отдыхающих друзей китайцев. А все почему? А потому что шоу бесплатное вот здесь вот в океанариуме. Тут русалки плавают. Вот, смотрите. Ого, вот это шоу, друзья. Посмотрите, как ребята в восторге просто от этих русалочек. Не, ушел я из этого безумия. Потому что народу балом смотреть особо не на что. Конечно, так полупиться это было бы здорово, да? Поприкидывать. О, русалки. Но шоу так себе. На троечку с минусом, я бы сказал. Но здесь есть вот аквапарк. Туда я направлюсь. Хотя, может быть, чуть позже. Сначала покажу вам, наверное, зоопарк и аттракционы, какие в принципе здесь есть. И напоминаю, я не знаю, я даже устал уже напоминать, потому что все здесь уже включено. Все бесплатно. За аттракционы платить не надо, за зоопарк платить не надо. Карточку от номера прикладываешь, проходишь и все. Вот, а это уже зоопарк. И здесь тоже бесплатное шоу. А в той части зоопарка вообще открытый такой сафари. Вы туда заходите и прям с птицами гуляете. Ну, в своем инстаграме я уже тоже выкладывал. И еще в Имперленде полно вот таких вот вольеров, где вот здесь, например, живут фламинго. А также можно увидеть обезьянок и львов и много кого. Ладно, разобрались с зоопарком и с прочим-прочим. Настало время аквапарка. Наврал, не все здесь all-inclusive. Взяли с меня 10 тысяч донгов за локер. То есть за шкафчик, в котором я оставил свои вещи, ведь я переоделся, друзья. И сейчас нужно искать горки. 10 тысяч донгов на наши деньги. Это где-то рублей 100, может поменьше. 2 доллара примерно, короче. Плюс-инус так получается. Вот. Ну и давайте отправимся на поиски. Вот, забрался, готовлюсь к спуске. Это одно из первых горок. А здесь тут прикольный вид позади меня. Видно Вин Перл. Как я вам говорил уже ранее, прям как в Голливуде. Все горки, все-все-все. В общем, оттуда виднеется. Вот такой вот классный вид. Ну вот, уже успело повечереть. И я сходил, переоделся. А то целый день мокро. Мне надоело ходить. И здесь два плюса. Два плюса и два минуса я бы сказал. Во-первых, вечером здесь красивее. Во-вторых, вечером тут никого нет. На этом плюсы заканчиваются. И еще я вам хочу, почему именно вечером я сюда пошел. Хотя уже мог бы, наверное, видео на этом заканчивать. Я хочу вам показать главную фишку. Вы, наверное, зададитесь логичным вопросом. Вия, ты сказал, что вся движуха на острове, правильно? А как туда добираться? Вертолетом на лодке или как? Сейчас покажу. Вот. Эти красивые светящиеся эйфелевые башни перевозят вагонетки. Вот эти самые по кабельной дороге. Но там ехать целых 15 минут. И они прямо ходят от парка и на тот самый остров. На ту часть. Но в качестве альтернативы можно выбрать спидбот. Так называемую скоростную лодку. Которая буквально за минутку вас перенесет тоже на ту часть острова. Именно поэтому я от альтернативы всегда выбираю. Хоть это очень некрасиво ехать по кабель-роуду. То есть смотреть, здорово наслаждаться, фоткаться. Пару раз хватит, но потом уже надоедает. Потому что это очень-очень долго. Поэтому спидбот, точнее скоростную лодку, использует в этом случае выгоднее, быстрее и практичнее. Ну и все. И дальше можно отправляться в город. И ходят они каждые 15 минут. Так что обратно ехал только через 15 минут. Решил немного прогуляться по городу. То, что я делаю, это очень опасно. Здесь переходить дорогу и снимать. Потому что вас вообще в легкую могут сбить. Но я вам снял кое-что поинтереснее, да? Я уже вам говорил про этого миллиардера, который вот это Вин Пёрл, Виндерленд и Вин Пёрл. В принципе, все с переставкой Вин во Вьетнаме принадлежит ему. И вот позади меня находится еще Вин Плаза. Не знаю, видно вам или нет, но вы подумайте. Реально я какой-то мега-мега миллиардер. Настоящий иллюминат и монополист. Прима Вин Пёрла, Вин Плаз у этого миллиардера еще есть Вин Фаст. То есть, это производство своих автомобилей и мопедов. И причем это все электромобили. То есть, мы с вами в курсе только про Теслу, да, во всем мире. А вот здесь, во Вьетнаме, проживает свой Илон Маск, который тоже делает свои автомобили. И, ну, пусть и не SpaceX, не космические программы, но всю экономику Вьетнама держит под собой. Немножко покопался тут, сумел найти ценовую политику. Вот такая тачка Вин Фаст от того же, да, Вин Пёрла, вот этого миллиардера. 4 миллиона рублей за люкс SA, за вот этот вьетнамский от Вин Паст автомобиль, получается, на батарейках, да, как своя Тесла, но вьетнамская. Ну, я вам говорил то, что автомобильная промышленность у нас очень, ой, у нас, говорю, во Вьетнаме очень дорогая, поэтому здесь все больше специализируются и мечтают непосредственно о мотобайках или байках, электробайках. То есть, вот эти вот мотороллеры – это предел мечтаний нынешних вьетнамцев. Ну, потому что машины такие им просто не по карману. Еще нашел так называемую местную пятерочку – Вин Март. Это тоже все принадлежит тому же самому миллиардеру. Реально стараюсь находить здесь доказательства для вас, чтобы вы мне поверили, потому что, ну, это что-то прям запредельное. Он реально очень-очень-очень влиятельный человек. Камский Старбакс, или больше известен как Фу-Лонг, и это моя электронная очередь. Смотрите, здесь какой прикол. Здесь есть не корица, да, и сахар, как мы привыкли, а ба-да, и сахар. И сахар тоже жидкий. Что? И трубочки. Ну, вот, больше здесь ничего как-то нет. Ладно, все, сел я в такси, поехал обратно в Вин Перу. В отель. А кофе, кстати говоря, налили мне так себе. Вот вдалеке можно увидеть этот остров, на котором находится Вин Перу. Ну, то есть, очень заметное место, да, прямо. Оно отделено от Вьетнама, но все равно считается пуском Вьетнама. И, ну, вот так оно выглядит. Ну, на этом и все, друзья. Надеюсь, я вас смог удивить этим видеороликом, показал вам все секреты этого вьетнамского миллионера. Ролик, да, получился дольше обычного, но зато я вам показал все тайны, ребята. Надеюсь, я вас удивил. Из-за этого вы поставите лайк под этим видеороликом, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующих видео. А с вами был я, Вячеслав Смылов, или же Вия. Увидимся совсем скоро. И дальше контент пойдет намного интересней. Субтитры сделал DimaTorzok